На неделе на связь нашей редакции вышел пациент Республиканской инфекционной больницы. У Артема подтвержденный диагноз COVID-19. За сутки до эфира его перевели из реанимационной в обычную палату. То есть, самая тяжелая и опасная стадия заболевания для него, надеюсь, позади. Артем первым из зараженных коронавирусом в Мордовии согласился рассказать свою историю и показать зрителям нашей программы инфекционку изнутри. Павел Степаненко изучил историю болезни. Здание Республиканской инфекционной больницы на несколько недель стало домом для зубово-полянского предпринимателя Артема. Он один из первых жителей Мордовии, у кого официально подтвердили диагноз COVID-19. И первый, кто решился рассказать историю своей болезни. Приехал я с Москвы 21.03 в субботу. Почувствовал себя плохо 24.05 обратился на скорую помощь. В субботу меня положили стационарно в нашу зубовскую больницу. В понедельник на следующей неделе взяли анализ. Когда он подтвердил, что меня отправили в Саранск. Это очень сжатый пересказ того, что произошло с Артемом за две с лишним недели. До перевода в республиканскую инфекционку его состояние с каждым днем ухудшалось. В Саранске сначала попал в реанимацию. Вот фотографии оттуда. Когда состояние пациента стабилизировалось, его перевели в обычный бокс. О том, как организована работа больницы, нам рассказывал ее главный врач. Это было 27 марта, в день, когда в Мордовии появились первые двое подтвержденных больных. Тогда Сергей Чванов ответил на множество вопросов, в том числе и о том, как обеспечивается контроль за соблюдением режима изоляции. Сотрудничаем со всеми структурами силовыми. И Росгвардия тоже у них пост. Они к нам приходят, спрашивают, нет ли самовольного ухода и все такое. И в общем, это наша совместная работа. И они точно так же охраняют этих граждан и препятствуют, чтобы был какой-то самовольный уход из нашей больницы. По случаю появления новых больных, таких пресс-конференций уже не созывали. С 27 марта по 6 апреля их количество с двух увеличилось до шести. Появились первые выздоровевшие. А вот 8 числа резкий скачок. Сразу семь новых больных. Все жертвы одного недисциплинированного и несознательного гражданина, чье поведение теперь удостоилось всеобщего порицания. Человек, который приехал с Москвы, уже в Москве заболел, уже в Москве был с температурой. И находясь дома в кругу семьи, соответственно, заразил всех. И продолжал молчать, пока не стала температура подниматься. Неужели вот данный гражданин, который на своей личной машине ехал с Москвы и знал, что у него температура, нельзя было сделать все, чтобы меры безопасности были выдержаны. Артем говорит, что в отличие от своего несознательного земляка действовал с точностью да наоборот. Честно пытался самоизолироваться, добивался госпитализации, старался уберечь семью, но регламент есть регламент. Я пытался самоизолироваться, я сам себя закрыл на складе в Потиме. И до того момента, пока я не позвонил на горячую линию в понедельник, я старался сидеть там, потому что я понимал, что это все опасно. Поэтому я настаивал, когда звонил, чтобы, минуя Зубово-Полянскую больницу, минуя дом, чтобы сразу приехать к ним. На чем получил отказ, потому что процедура моего поведения должна быть строго регламентирована. Раз я не приехал из-за границы, то я не имею права идти самостоятельно давать анализ на коронавирус. Насчет того, у кого и в каких случаях нужно брать анализы на коронавирусную инфекцию, есть конкретные инструкции. Поголовного тестирования они не предполагают. Когда диагноз Артема подтвердился, обследовали и его семью. Дочь инфекция миновала, а вот у супруги и сына тесты оказались положительными. Сейчас они на домашнем карантине ждут подтверждения диагноза. Все остальные контактные чисты. Сколько человек заразилось в третьем общежитии МГУ имени Огарева, станет ясно чуть позже. Вирус туда завез любитель внезапных путешествий. Это студент-иностранец. Он нарушил режим, выехав 24-го числа в город Москву. 25-го он уже вернулся. Никого не поставил в известность о том, что он выезжал, потому что, выходя из общежития, он сказал, что идет в магазин. Вернулся. Не поставил в известность администрацию общежития. Переносил по всей вероятности свое заболевание в легкой форме. Сейчас общежитие на карантине. 275 студентов и обслуживающий персонал живут в режиме строгой изоляции. Благо, условия позволяют. Третье общежитие позволяет нам обеспечить эту самоизоляцию, потому что в каждой комнате есть санузел. И ребятам нет необходимости выходить за пределы комнаты. К питанию им доставляется непосредственно к порогу комнаты. Поэтому вот полная изоляция в этом плане, она имеет место. В республике тем временем готовились к худшему сценарию. В инфекционной больнице монтировали дополнительную систему подачи кислорода в палаты, чтобы количество мест с доступом к нему достигло 210. Даже по выходным работали круглосуточно. В ночь сегодня будет 7 человек, реанимация заканчивается. И завтра добиваемся все полностью. Здесь готовятся подрезервные рампы для кислорода и резервные баллоны. Площадку готовим. Статус дополнительного госпиталя по лечению больных с коронавирусной инфекцией теперь имеет Рузаевская ЦРБ. Там тоже смонтировали систему подачи кислорода. Здесь у нас планируется разделение грязной зоны на чистую. Все продумано. Значит, будут ставиться перегородки. И, в принципе, подводка кислорода уже начата по этим этажам. Сколько всего ковек будет? Значит, у нас в этом рузаевской больнице планируется 200 коек. Из них 147 будут с подводкой кислорода. Вместе с резервными местами, которые разворачивают в Саранской больнице имени Каткова, в распоряжении медиков будет около 600 коек с возможностью подачи кислорода. Все ли они пригодятся? Хватит ли их? Специалисты дают прогнозы очень осторожно. Управлять эпидемическим процессом очень сложно. Мы сейчас пытаемся управлять эпидемическим процессом коронавирусной инфекции, не имея вакцинных препаратов. Это крайне сложно. Я не думаю, что это будет легко. Я не думаю, что это будет быстро в течение недели, двух, трех. Я думаю, что это все-таки будет больше промежуток времени. Поэтому население, в общем-то, здесь надо правильно прислушиваться к тому, что говорят руководители регионов, к тому, что говорят медицинские власти, так скажем. И не игнорировать, а именно прислушиваться. О том, как важно прислушиваться к советам врачей, Артем, наверное, знает лучше всех. Он продолжает находиться в изоляции, ждет выздоровления и выписки, а также искренне благодарит персонал. Павел Степаненко, Александр Данилов, Артем Руденко, Игорь Гангаев. Программа «В центре внимания».